друзья всем привет сегодня я приехал на минский автоконфискат посмотрим новые поступления кстати есть там неплохие варианты которые собственно в сегодняшнем видео вы увидите ну и также в конце посмотрим мототехника которая есть в наличии не забываем поставить под этим видео лайк подписаться на канал если вы не подписаны ну и погнали смотреть видео так ребят первая новиночка на приемке к сожалению пока цены нету давайте посмотрим volvo на автоматической коробке передач светлый бежевый салон кстати в неплохом состоянии визуально автомобиль имеется фаркоп xc60 volvo сейчас пробежимся ребят посмотрим что здесь есть нового ford k из недавних новых поступлений 2003 года 1.3 бензин 3564 рубля стартовая цена на него это ребят аукцион салон ткань 5-ступенчатая механика ну даже магнитола присутствует что касается курса ребят кто будет переводить наверное самое проще в доллары да то получается курс на данный момент 2 рубля 45 копеек приблизительно курс одного доллара у нас в республике беларусь skoda felicia тоже из новых поступлений 98 года 1.3 бензин стартовая цена 1620 белорусских рублей ну кстати felicia что можно сразу сказать это гнилые арки гнилые пороги ну кстати не из-за дверей еще хотя вот на задних есть жучки за такая на самом деле подуставшая на механике салон ткань здесь можно видеть арка задняя переваривала все это по топорному так сделано подкрашена кисточкой ну ребят надо понимать что машина дешевая но в целом именно этот экземпляр 1620 это где-то 500 600 под 700 долларов стартовая цена на она это не сильно дешево за такое состояние я думаю тут более актуальная цена было бы долларов 400 от силы опять же если она заводится и едет ребят как вам такой вот биток ровер но я вот не могу понять здесь ребят модель zr какая-то mg ну это обычный ровер 200 если я не ошибаюсь но мне кажется ну хрен его знает а в общем аварийный 2004 года 1.4 бензин 1080 белорусских рублей на литых дисках неплохая резина вот он получил удар переднюю часть автомобиля кстати удар ну не сказать что он чудовищно какой-то сильный но тем не менее радиаторы не радиатор ребят сломан но двигатель я думаю здесь скорее всего будет целый также разбито лобовое стекло выбито окно салон на механике коробка но салон такое ощущение что кожа но кожа скорее всего просто он перетягивался по задней части автомобиля тоже есть повреждения фонарь разбит бампер отсутствует хотя вот бампер я вижу что задний бампер лежит в автомобиле ну а так по кузову ребят коррозия это коррозия по аркам сразу вижу что под этими накладками напрочь загнившие пороги в общем ну по цене 400 долларов чуть больше 400 долларов стартовая цена здесь opel zafira первого поколения не сказать что совсем новые поступления в конце прошлого месяца появился но цена вроде как интересно ребят получается 1.6 бензин 2001 год пять тысяч триста четырнадцать белорусских рублей то есть получается 2 2 100 2 150 стартовая цена хотя конечно здесь коррозия по кузову это низы дверей пороги можно видеть здесь не очень все хорошо по кузову но цена действительно вроде как интересная на пятиступенчатой механике салон ткань и в целом если он живой по ходовке я имею ввиду двигатель коробка то вполне возможно этих денег он стоит с этой стороны немножко все получше дела обстоят здесь немножко есть притертость незначительная то есть эта сторона получше чем-то и вот техосмотр 2018 году еще был здесь 406 peugeot 96 года дорестайлинговая 1.8 бензин 3456 рублей стартовая цена ну кстати отличная резина по кузову состояния визуально ну конечно же можно видеть коррозия присутствует не сказать что он гнилой прям напрочь но тем не менее имеется фаркоп с этой стороны тоже коррозия парки пороги давайте кому будет интересно посмотрим как выглядит порог как то так оно все выглядит внутри даже магнитола присутствует салон ткань пятиступенчатая механика ну в принципе может быть получается по деньгам это 1400 долларов приблизительно стартовая цена плюс-минус opel astro универсал 2000 года двухлитровый дизель 6264 рубля стартовая цена на литых дисках резина средняя механическая коробка передач салон ткань ну кстати вот по кузову если общий план брать то в целом ну конечно всевозможные потертости по шорхасти царапины здесь вот можно видеть уже трескается шпаклевка но визуально еще он выглядит ну относительно более-менее бмв тройка 95 года 1.6 бензин 3564 рубля на оригинальных литых дисках ну опять же коррозия по порогам здесь небольшая вмятина ну арки ну хотя присутствует коррозия но она не сильная механическая коробка передач салон ткань магнитола отсутствует фиат марио универсал 1.9 дизель 99 года 2300 белорусских рублей то есть получается где-то 900 ну да ребят получается 950 долларов можно видеть бампер понизу весь обрызенный потресканный ну ребят здесь особо посмотреть она вся такая подуставшая гнилая кривая горбатая вся коцаная вся царапанная в круг на механические коробки передач но опять же наверное я бы не стал бы приобретать данный автомобиль за данную сумму денег даже если он заводится и едет потому что по кузову очень она подушатанная ребят вот него которая прошлый раз я показывал но она была на приемке насколько я помню хотя вот написано что 20 04 2020 но я не помню чтобы показывал именно уже с ценой 2008 года 1 и 7 бензин 5616 рублей то есть это где-то две двести две триста на на стартовая цена за 2008 год по кузову по кузову можно видеть уже здесь облазит шпаклевка трескается здесь коцки всевозможные салон ушатанный в хлам весь драный облезлый задняя дверь тоже можно видеть шпаклевки да и вообще покрашена кстати гравитексом а потом сверху краска краской покрасили ну такой тоже состояние не сам далеко от идеального ребят кстати тоже недавно появился смотрите транспортер 80 до 80 года 1.6 дизель 527 рублей за него просят ну в принципе под какой-то проект или может быть кому-то потому что цена цена ребят получается 527 чуть чуть больше 200 долларов там долларов 210 на на стартовая цена получается пассажирский он даже шторки присутствует салон к сожалению пока не вижу сейчас обойдем посмотрим с другой стороны резина средней паршивости ну понятное дело ребята тут по кузову моментов до хрена все-таки не будем забывать цену данного улота скажем так фаркоп имеется состояние у него не самое лучшее но учитывая цену если автомобиль заводится и хоть как-то тронется и поедет то ну сто процентов 200 там с небольшим долларов он стоит несмотря на то что вот дверь я не знаю тут наверно она я понимаю она отсутствует сзади салон блины из-за шторок опять же ни хрена не видно да дверь отсутствует ребят но это интересный на мой взгляд вариант если он заводной я имею виду если он с рабочим мотором с рабочей коробкой то можно брать и заниматься ребят смотрите что еще появилась прицеп 2011 года ну вот аббревиатура модель можете почитать кому интересно так 1512 рублей вот за этот лот просят однолосный в принципе тентованы то есть 600 долларов ребята мне кажется за 600 долларов даже интересно то есть за 600 баксов смотрите он длины но я не знаю давайте так на скидку 1 2 на на ну минимум метра три может быть даже немного больше визуально очень неплохо выглядит вот есть конечно вот такие вот небольшие моменты что там внутри внутри ничего нету но блин вы знаете интересно если мне нужен был бы прицеп я бы обязательно рассмотрел неплохая резина в принципе неплохой прицеп ребят опять же я вам хочу сказать то есть это аукцион номер дата от передачи 13 0 так но это через аукцион он продается но если вы будете один желающий образно говоря на приобретение данного прицепа то цена вырастет всего лишь на 5 процентов вот что касается сегодняшнего видео прицеп интересный здесь еще один прицеп есть тоже на мой взгляд не менее интересный модель посмотрите сами кому интересно год выпуска не установлен 874 рубля получается чуть больше трехсот долларов где-то долларов наверно 340 и смотрите он немного меньше предыдущего но тоже ценник сто процентов вот прям уверен что он актуальный потому что по объявлениям более чем уверенно не идут подороже но резина тоже кстати практически новая тот конечно получше будет но это тоже неплохо за эти деньги ну и давайте посмотрим еще мототехнику мототехника ребят сразу лишь планета 5 88 года 350 кубов почти 600 рублей просят за вот это вот все вместе с коляской ну не знаю 200 с копейками долларов тут уже надо от состояния надо смотреть одна цилиндровый но состояние сами видите ребят не самое лучшее что тут еще кстати мототехники немного осталось это вот мир мото модель юм 50w ну в общем смотрите сами 49 кубов бензин 475 рублей то есть чуть меньше 200 долларов стартовая цена рейсер это мотоцикл 270 кубов 2376 рублей 2019 год то есть практически новый давайте немножко покажу его вам как он выглядит целом кстати неплохо выглядит китайцы сейчас научились более-менее делать неплохие вещи на мой взгляд ну конечно это не ямаха но тем не менее и цена у нее то есть по деньгам чуть меньше тысячи долларов потертости вот здесь можно видеть здесь на руку на ручках что с одной стороны что с другой но в целом состояние визуально но я бы сказал бы что оно неплохое но опять же ребят я не знаю сколько он стоит так то здесь за него просят ну грубо говоря 1000 долларов следующий это хорс 50 кубовый 2014 года 820 рублей вот такой вот электро байк велосипед 1322 рубля к сожалению не написаны никакие характеристики я понимаю это аккумулятор это электродвигатель и последний это скутер без цены друзья на этом все не забываем поставить под этим видео лайк подписаться на канал если вы не подписаны всем удачи на дорогах всем пока